Предприятие Госкорпорации Росатом, федеральный экологический оператор, является ключевым участником национального проекта «Экология». В рамках нацпроекта ФЭО ведет работы сразу в двух направлениях. Решает задачи по рекультивации объектов накопленного экологического вреда и выстраивает комплексную систему по обращению с отходами первого и второго классов, предотвращая таким образом их накопление в будущем. В рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами первого и второго классов опасности» создана Федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами первого и второго классов в ГИС ОПВК. К отходам первого и второго классов относятся преимущественно отходы промышленного производства. Для переработки таких отходов будет создана сеть современных экотехнопарков, продуктами переработки которых станут ртуть, медь, соли и оксиды металлов, композиционная добавка для строительства и другие. Экотехнопарк по переработке химических источников тока будет производить литий, никель, марганец, кобальт, графит. Все эти продукты будут снова применены в промышленном производстве. Технологии процессов замкнуты в единый цикл. Получившиеся соединения от переработки одних отходов будут реагентами для других. Вода будет циркулировать по замкнутому циклу, а незначительные остатки будут перерабатываться в блоке высокотемпературного обезвреживания. Федеральный проект «Чистая страна» направлен на ликвидацию более 100 объектов накопленного вреда. Федеральный экологический оператор выполняет рекультивацию крупнейших из них. Первым результатом такой работы стала рекультивация Челябинской городской свалки. Для реализации проекта тело свалки площадью в 74 гектара было переформировано. По всей площади спланированного свалочного тела установлен защитный экран. Система сбора и очистки фильтрата расположена по всему периметру полигона. Для сбора биогаза установлено 18500 вертикальных дрен. Собранный биогаз поступает на закрытые факельные установки для утилизации. Химпром в Усолье-Сибирском Иркутской области. Состояние территории бывшего завода было на грани бедствия. Но экологической катастрофы удалось избежать. В 2020-2021 годах произведен комплекс неотложных мер по ликвидации наиболее сложных объектов. Следом будет рекультивирована вся загрязненная территория. Для переработки накопленных в Усолье-Сибирском отходов к 2024 году будет построен экотехнопарк «Восток». Он поможет очистить территорию, переработав загрязненные грунты и конструкции. Полигон «Красный Бор» в Ленинградской области – крупнейший объект захоронения токсичных отходов в России. Находится всего в 30 километрах от центра Санкт-Петербурга. Общий объем накопленного вреда – около 2 миллионов тонн ядовитых веществ. Отходы размещаются в открытых и закрытых картах. В рамках рекультивации предусмотрено строительство защитной противофильтрационной завесы по периметру полигона, укрытие открытых карт с жидкими отходами, переработка содержимого и благоустройство территории. Федеральный проект «Сохранение озера Байкал» – важнейший с точки зрения сохранения мирового наследия. На берегу озера расположен байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который уже много лет закрыт. В наследство остались карты-накопители со шлам-легнином, залашлаками и коммунальными отходами и очистные сооружения промышленных стоков. В соответствии с рекомендациями РАН, для очистки щелокосодержащих сточных вод планируется применить метод фильтрации и обратного осмоса. Технологические решения по устранению экологического вреда основаны на компостировании шлам-легнина и его литификации. Все проекты разрабатываются в плотном взаимодействии с ключевыми научными институтами страны. Решение задач экологии имеет глобальное значение не только для жителей регионов, но и для всей нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова